Всем привет, с вами Стеймонубот, первая часть выживания на приватном РПС сервере. Скажу сразу, что вы можете тоже играть на этом сервере, заплатив 100 рублей. Если хотите договориться о игре на этом сервере, обращайтесь к человеку, на которого ссылка будет в описании. Ну а мы приступаем к видеоролику. Когда я зашел на сервер, я не понял что, как, кто, где, поэтому я сразу начал просить помощи у людей, так как я даже не знаю куда бежать. Ну а потом мне помог сам мэр города Арагон Стас, да, так же зовут как и меня. Он нашел меня и провел до его города под названием Арагон, где я в принципе и поселился. Давайте пока я бегаю и рассматриваю этот город, я расскажу об этом сервере. Этот сервер называется ВОЗ, это приватный РП сервер. Чтобы зайти на этот сервер, нужно заплатить 100 рублей. Вы можете поселиться и выживать в РП режиме, то есть стать мэром или КГБ, но можете просто выживать. Я решил поселиться в городе Арагон и отыгрывать роль, но при этом выживать как в обычном ванильном выживании. Когда мне Стас все показал, я его поблагодарил и он мне даже дал немного железа. Спасибо тебе огромное, это железо мне еще пригодится. Далее я просто побежал искать местность для дома. Когда я нашел местность, я построил небольшую коробку, чтобы хотя бы что-то у меня было. Далее я начал добывать ресурсы для моего ультра уютного дома. Также я вспомнил, что мне говорил Стас, что здесь надо платить налог в размере 32 пороха. А платить нужно раз в неделю. Но я понял, что я здесь меньше недели и поэтому успокоился. Когда у меня уже была основа для постройки домика, я понял, что мне нужна ель. Я побежал по всему миру, чтобы ее найти. Но после того, как я пробежал приличное расстояние, я понял, что могу просто взять с общего хранилища. А координаты города я не знал. И спрашивал у всех, кого только мог. Но никто мне не говорил. И только потом я вспомнил, что я снимал координаты города. После мне пришлось бежать. Я даже забежал в суд, чтобы попросить еды. Но потом вспомнил, что я прибежал на склад. Там же явно должна быть еда. Но нет, ее там не было. Зато возле суда парнек меня угостил пирогами. Огромное тебе спасибо. И я снова побежал домой, захватив немного ели. Когда я прибежал, мне сказали, что хотят подать на меня в суд. Нейс только зашел, а уже суд. Так как я украл 64 камня. И тут я обос... Испугался. И не знал, что делать. Но все выяснилось, так как я точно помню, что тот камень, который я брал, я приложил в сундук. Поэтому я не виновен. Я продолжил постройку дома. Вы уже, наверное, видели этот домик в ролике про модный интерфейс. Да, я хочу построить тот же домик. И вот что пока что у меня получается. Что же, всем спасибо за просмотр. С вами был Стеймон. Если вам понравился мой видеоролик или же мой канал, подпишитесь и поставьте лайк. Также вышла первая серия моего нового сериала. Кто не видел, скорее смотрите. Что же, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»